Всем привет-привет. Упаковываем Сашу. Это Саша, да? Это Саша. Да-да. А, она была еще в пакете. Нифига себе. Вот это качество. Вот это уровень. Это вам не просто так. Это немножечко другая история. Это я специально пошел в лакост и купил. И купил. Давай. Вы сумасшедшие. Давай, давай быстрее. Так быстрее. А зачем так надо было заморачиваться? Должна была бы такая схема. А это? А это парни, да? Да. А это ее парни. Это Кирилл везет. Кирилл Сергеевич везет подарки в Турцию. Ну, что я бы попросила. Мама попросила посмотреть. Красиво, классно. Он носит. И, кстати, его любимый цвет. И те две ты показала? Те две я вам покажу позже, потому что мы сейчас репетируем. Спасибо. Кирилл, огромное спасибо. Молодец. Что-то сказали. Давай внизу. Что-то внизу. Что-то внизу. Что-то внизу. Что-то внизу. Блин, обязательно вытрешку. Это настоящий. Мы видели. Это настоящий. Самый настоящий. Вообще, ты же у нас аристократ. Ты по-другому не могла. Да. Пакет его поменяли. Подождите, а ты бы ему дали покрывало? Был. Он едет. А, по-динам. А, так это можно было и потом показать. Это моя подушка Иша, которую вы все знаете и полюбили. Привет. Не забудьте забраться. Это мы сейчас просто занимаемся гимнастикой. Я вчера покрасила. Смотрите, все равно желтый. Желтый зима. Красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво. Ты ушла из нее. Ну, неправильное дело вообще. Очень красиво. Очень красиво. Да, иногда вот так, вот так и она будет. Леди Настя Ягужинская. Анастасия Ягужинская. У нее тут бабочка прилетела. Поэтому. Это знаешь на кого похожи? Помнишь, которая в бутике была? Горгона, господи. Горгона, горгона. Так это и есть горгона. Да, это и есть горгона. Это горгона бабочка. Добрая горгона. Нет, это горгона, которая вот так вот пела к кораблям и они с ума сходились. Вот я этим и занимаюсь. Очень сексуальный голос у тебя. Теймор голос. Да, девочки. Между прочим, Настя закончила журналистическое. Тележурналистика. Потому что и прошла первая потому что из-за улыбки. Из-за зубов ее взяли. Тело-журналистика. Тело-журналистика. Тело-теле, теле-телевидение и журналистика. Вот поэтому она очень хорошо разговаривает. у нее большую словарную забаску русского языка и зубов много потому что на всякий случай если вдруг выбить вот здесь настя училась запоминайте адрес она закончила курсы театрального курсы в измире закончила курсы театральные теперь свои кулечки выпускает журналистики на минуту смотрите а теперь здесь на арбате на арбате на арбате рисовала вот такие кулечки там есть что что на крещатике на арбате а потом медали такой дали правда что машина медаль все говорят что маша не учится а у нее медаль мишка ты знаешь что такое восьмерку пока не о чем разгадем привет привет вот юля сергей на меня научила я знаю я мишка мишка знает мишка может рассказать как правильно формулировать вопрос про восьмерку она навряд ли знает она училась хочу пробить я хочу и задать вопрос как правильно что такое нельзя пересекать восьмерку скажите пожалуйста ответим Марине Владимировне на вопрос что такое нельзя пересекать восьмерку что такое по журналистике если вы учились арбат Москва в смысле арбат Москва такого нету это в другом где-то будет преподавали когда ты берешь интервью ну хорошо когда ты берешь интервью у тебя берут интервью есть запрещенные в телевидении моменты которые нельзя делать иначе человек будет разговаривать сам собой это нельзя пересекать восьмерку что такое нельзя пересекать восьмерку притом когда ты берешь интервью у меня тоже диплом я сейчас вот еще кинорежиссера что такое мне сейчас не надо проводить здесь эти самые что такое это не мой был вопрос это поэтому вот пусть Марина задает Марина и отвечает хорошо я задам поэтому скажите пожалуйста Анастасия как это вот вы отвечаете нет ты у меня можешь взять интервью ты у меня можешь взять интервью я хочу вас просить это классический вопрос но она подзабыла но она подзабыла это я занимаюсь что-то забыла это первая позиция и пятая в хореографии я уже в семейной деятельности ну подскажи ей она в помощь девочки напишите пожалуйста в московский универ нормате короче чтобы коменты собрать люди может быть я и знаю но я не скажу даже принципиально потому что это для того чтобы собрать Зай ты их даже соберешь если мы с тобой разговаривать не будем вот мы просто с тобой сядем на тебя я знаю потому что тебя любят просто вообще девчонки я знаю поэтому ты их соберешь и тебя даже вот если мы с тобой говорим спасибо девочке пожалуйста Таня Николаевич запиши меня ты не делаешь а я в рамадан месяц без маникюра экономия потому что денег экономить во вторых рамадан чтобы пост принимался чистый судно чтобы принимались молитвы чтобы ногти были чистые без лака без лака может ты же держишь это да я пост не держу но молитвы чтобы принимались слушай где ты учила у молитвы здесь у меня куча операции я вот у меня муж учил все равно девочки все мы пошли я могу но мы можем Исламу посвятить так как сейчас еще на месяц Рамадан целый выпуск я могу рассказать насчет вот этого много чего а может быть появится желающий принять Ислама я сразу помогу для того чтобы попасть в рай так как если я помогу кому-то из не верьте ей рай на земле я хочу попасть в рай я хочу может быть в скором времени Марина Иванова она приму ислам да что еще рай это что что еще такое рай потому что ты уже в раю ты уже в раю зачем тебе после этой жизни в раю живи ты просто принимаешь ислам ну просто ты другие молитвы читаешь да я расскажу но это нужно отдельно подробно это очень серьезно они от Ибрагима Иванова по тебе видно у тебя голубые глаза ничего страшного у многих мусульман голубые глаза поэтому хорошо я подумала ты мне праздник устроишь конечно обрезание тебе сделаем а ты что думала в смысле конечности ненужных у меня все нужно а в Рязани женское не знаешь что такое я вот на эту тему много чего знаю это да это бедные женщины ты не знаешь есть страны вот эти вот здесь сейчас война вот эта Палестина и так далее там бедным женщинам как они потом живут вот так и живут все как-то без секса любят все так и живут кушать готовят молятся так что молятся половые губы внутренние клитор отлезает смотрите какая красота что это расскажи поздоровайся со всеми машинами привет такой человек улетела бляха муха это только когда стролли блин маша сейчас выпачкаем все давай я поднесу даме нет как я себе это когда башни стролли вот ее построили и с этого делала школа наша а это ваша школа делась это вы сегодня делали поделку да все около тебя отросла купила Маше япончик сок идем домой с курсов она после школы дополнительно там ходит занимается не знаю насколько это эффективно не лезу туда но ходит занимается погода шикарная просто на меня повесила куртку я взяла конечно сама рюкзак потому что погода девочки мощные мужчины это нечто это весна-веснущие давай зайчик с дорожком держи сейчас будем дорогу переходить подожди стой 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 смотрим налево сначала налево видим машину значит мы никуда не идем потому что здесь машина слева теперь переходим смотрим направо всегда сначала налево все идем домой сейчас что-нибудь пойдем девочки настроение хорошее домой хочется знаете зачем скучаю за шопингом скучаю хочется полазить по курсе талии у себя посмотреть там что-то померить вот именно не то что там я шмотать не стану что-нибудь там рубашку посмотреть погода меняется хорошо что этот пиджак у меня остался я в нем и лазим кириллу отдам наверное розовая на пальто которая моя фиолетовая лавандовая наверное оставлю потому что если сашки передам она его надо химчистку вот здесь химчистка вот я видела где-то рядом как в школе прошло все машине умничка давай ручку так держи за меня краешку а мама молодежь не открыла этот пончик сначала пообедаешь а потом пончик скушаюсь умничка так иду ручкам холодно здесь нет потому что я футболки свитере в пиджаке ручкам прям морозы но джорны крючки комментарии когда уже в италии у меня здесь дела вы говорите вот будьте это сделайте брови вот делайте зубы на все надо время со всеми надо договориться на найти места время ставки не надо брови удалить я в италии их не удалю мне нужно удалить брови сделать их этот пермомент ночь какой-то там макияж этих бровей зубного ищу что мне в италии дети работают все хорошо животные тоже все хорошо мне тоже тут неплохо принципе хочется домой я соскучилась за шопингом я хочу идем с машей в школу надо купить маме булочку да и тебе тоже надо купить булочку да а а мама знает точно смотри это попадет если мама не знает что ты игрушку давай ее домой заберу ну смотри машине сюда идем за булочка ну хорошо давай мараба 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 рогаться говорим они давай 2 из картошка есть по т.д. есть из партнера а давай 2 ты школа берешь что ты берешь какой смотри он не будет торопить но если ты говорит что мама разрешила его в школу брать сегодня день игрушек школе он идет с тобой в школу он стоит очень дорого а если мама не знает и ты мне врешь тебе просто попадет а так я просто его сделаем вид что он тебя провел до школы поцеловал тебе щечки этот йода и пошел себе домой ждать тебя и все ты знаешь о наш провел тебя в школу и пошел домой и приходишь он сидит ждет и улыбается поэтому решай еще есть одна минута тебе решить домой его забирать или ты с ним идешь все барынь сказал все нова веди себя хорошо рюкзак постирали просто маша отвернула на собой игрушку взяла не знаете или знает лишь не будут дарить сумку вынимать мне потом скажут что ты сумку что они собирали через вечер она ты же постирать я купила 2 2 бублика два пирожка типа с картошкой сейчас посмотрите публоков картошка маша я купила бублик песок у меня это обошлось 150 лир прикиньте вот так просто улетели я просто да я не начинаю деньгах ориентироваться но я просто ориентируюсь что на 180 лир можно купить мясо сделать котлеты юлька делает просто сумасшедшие что ты делаешь вот такие маленькие они между зубов застревают я и так медленно жую ночь вообще можно сказать что я не спала под глазами вот здесь чернота что-то я себя жалела расплакалась сосочки валят может быть на месячные будем надеяться пусть они идут дарь бог мне здоровье большим мальчик мужчины мой первый прием пища нет это не 1 я набрала если не ела булку мальчики мужчины ты так сидишь на этом ободранном вот этом кошка 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 я хочу кирилл сергеевич будет отъезжать в европу у нас в жаркие страны хочу несколько вопроса задать в италии первый раз потому что первая моя повестка занимался еще футбол профессионально это было я был в городе градо градо это на севере италии маленький городок вот и вы играли футбол но кроме школы в которой мы ничего не то есть вы в школе занимались у нас мы в школе спали понятно понятно вот и играли на полях все и если на что вот это когда закончилась наша наш турнир мы с него быстро вылетели и получилось у нас полтора свободных дня мы чуть-чуть поездили по ивентасу хотя я очень плохо что мы там видели не помнишь маленьким не циклился а уграда я запомнил надо запомнил почему потому что там была река какая-то не знаю какая вот и в этой реке мы даже скупали было очень холодно поэтому просто сняли кроссовки носки и помочили ноги поднялись я купил там брелок с градом есть классическую маргариту она самая дешевая ой как она к тебе вообще слушаешь кирюш это значит получается вот такие вот это вот уже взрела взрослым типа скажем так возрасте т.д. как она лапку лапку прям как прощать слышишь кирюш что ожидаешь от поездки во первых хотела спросить это же получается смотри мы с мамой до кореша мы с мамой с 19 лет дружим когда нам было она меня на два года старше то там мне было 19 и на тот момент уже 21 был вот когда мы встретились и вот сейчас ты встречаешься в таком же практически возрасте с с моей дочкой да прикинь мы только на твоем канале говорили да что второе поколение вот и выше встретитесь и мне так интересно что вот эмоции вот какие эмоции что ты меня знаешь а тут и уже я же у вас живу а там теперь получается если там саша не полазила в гардеробе покажешь как у меня вещи сложены если саша там не руки свои не всунула потому что она мне тоже она переживает она говорит мама от я же от работаю подрабатываю но сезон еще не начался но она подрабатывает и она говорит я же не знаю как вот ну животные я ранее не парься ничего страшного переступят а если собачка где-то покакает вот потому что можешь снять мои организации организация шкафа можешь мою кровать открыть я беру если саша там не лазила по там ты удивишься от порядка если саша туда не залезла что ты ожидаешь вообще от поездки получить удовольствие первый раз в таком возрасте в италии да да закрывай зато получить удовольствие посмотреть на италию побываю в пизе вот плащу у тебя после пиза я собираюсь поехать флоренцию она там рядом на флоренции собираюсь в рим с рима в венецию ой молодец все если ты едешь венец это красава это стоит того кирилл все такие самые основные интересные которые в принципе довольно так вот не по маршруту я объезжу хотел очень в турин заехать к моей подруге эрике вот но я не знаю далеко времени неудобно просто он находится да 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 я знаю а тебе удобно венецию тебе от меня у меня прям остановка по домам венецию мы поедем прям с рима уже от и стрима но там дальше дальше молодец видишь венецию потому что я помню ты говорил что ты не знаешь если ехать молодец хочу посмотреть я хочу посмотреть на галерею старинных мастеров венеции хочу посмотреть на гондолы вот как передвигаются люди как они вообще живут я я балдею от венеция я я не знаю когда люди говорят ой фу там боже я не я не я не этого не чувствует там там другая италия там такая атмосфера красава да я как бы там я буду буквально день тебе хватит ну вот и потом после этого я отправляю бабушку это мы все будем потом я отправляю бабушку назвал германию а сам еду в цюрих в швейцарию бабушки не заезжаешь поменяли планы я заеду к ней а с самого конца вернешься да поеду в швейцарию побуду три дня в швейцарии у своей подруги можно так сказать против первый раз что то есть я уже там ориентируюсь поеду в цюрих и получается с цюриха поеду в баден с бадена поеду из барс цюриха мы поедем вот из барана потом опять назад все их из цюриха уже бабушки и потом от бабушки уже в измер нет потом я пойду бабушки в дрезден и на следующий день поеду потом в берлине и супер у тебя прям вообще ты карту не делал еще было бы интересно посмотреть покажешь да не ну вы молодые вообще ориентируйтесь вообще во всем вообще красавцы эти говорю ты если у тебя получится обязательно походи по секундам я знаю что в германии они намного дешевле чем в италии а у нас секунд дорогой ты зайдешь в наш секунд и ты скажешь это очень дорого марки например марок нет ну пиза маленький город его можно быстро обойти но там там короче там две достопримечательности я и пизанской башни все там больше ничего нету поэтому ты там до центра тебя пять минут я говорю там на на нет смысла подниматься на пизанскую башню вообще потому что там видно только одни крыши все просто же сам факт что ты поднимаешься это 300 чем-то ступенек и там есть лошадь вот на лошади было бы круто если ты прокатился взял бы этот самый карету чтобы тебя по пизе провезут и было бы очень интересно посмотреть и они кстати там еще рассказывают историю понятно дело они не расскажут на русском а ты не думал себе где-то взять на русском кстати я хотел попросить итальянскую карточку и я свяжусь я сказала по италии по передвигаться я потом тебе я тебе ее возьмите нет так не получится нет потому что она этот номер который у нее там это номер рабочий мне звонят там по работе по квартире то есть она за закреплена этот номер закреплен именно вот то есть меня там не так не получится подожди надо подумать как надо спросить у тамбов как она делала потому что она все время была на связи она все время снимала в instagram и она все время была на ватсапе а ты не спрашивала тамбов как она она покупала роуминг у нее была карта так подожди карточка она стоит она стоит 15 евро эта карточка кирилл стоит 15 евро можно пойти просто купить итальянскую карточку ты ложишь 15 евро она уже тебя идет с интернетом это не как турция понял да то есть это не как смотри если не как здесь то есть ты там берешь 15 евро или 12 евро и там уже у тебя диапазит на ватсапе то есть ты месяц то есть ты потом эту карточку себе можешь оставить или саша саша тебе купит пойдете саша да она возьмет на свое имя ты платишь 12 евро и все эти месяцы у тебя интернет не на него не надо его выключать им пользуешься безвозмездно то есть у нас там по-другому вообще никак он не когда-да-да здесь это вообще что в 90 что ты хочешь купить вот есть какие-то у тебя там поставил какие-то задачи что-то купить приобрести карло придет к тебе знакомиться по идее должен привезет там прошу то маме маме потому что мама купила ему кофту и они меняются она ему кофту он и прошу то с этим сыром но я надеюсь он будет свободно если ты на выходные никуда не это потому что у него машина есть я у него ему говорил отвези его марину депиза там нечего смотреть но все равно как бы море чтоб он напад на прячься буду с ним сегодня созваниваться из вещей много не берешь правильно в принципе во всех моих поездках побольше увидеть архитектуру побольше посетить знаковых места конкретно там реально крутые музеи венеции флоренции там несколько соборов именно посетить тоже невероятно ференция вообще классно тебе зайдет она там около вокзала пять минут и ты уже в центре шикарно тебе понравится потом от рима понятно я хочу увидеть колизей естественно не знаю буду ли у него заходить потому что смысла как бы заходить сам колизей особо не вижу так как чисто просто увидит хотя кстати за это я слышал что в италии штраф время на территории короче колизей душа ну еще зато камушек привезешь что-то хотела спросить попробовать ты хочешь ребрышки мои фирменные свиные но это тебе сделает эмо если надо попросить его попробовать но только не бери маргариту сашка он разбирается 4 сыра лучше да получается пицца паста тирамису саша сама его делает ты можешь ее напрячь вообще я разрешаю надо и сказать вино или мочила нет слышишь саша сама делает тирамису я купила и комбайн специально она сама взбивает это все все это смешивает какой делает саша тирамису в ресторане так ну потому что дома хотя там делает его вкусно если ты сидишь в ресторане тебе могут магазинный а есть ты знаешь как переводится тирамису тира это поднять су это вверх тирамису это как типа поднятия настроения вообще тебя поднятия духа да то есть это тирамису это тот именно тот дольше именно тот десерт который как бы по идее итальянцев он ну он поднимает потому что там кофе кофе но какао саша сыпет там но снимешь рецепт если она будет при тебе делать там просто идут бискотты которые ты окунаешь в ликер специальный да потом выкладывает сашка сама делает очень вкусно на такие гулять делает поддоны вообще так что и ребрышки а ребрышки кириллу говорят сашки сказали ты говорю ему не заказывай нормальные ты игорю закажи ему как я заказываю жирные не я просто закалят и когда она я мы когда звоним на доставку ты кстати можешь ресторан сходить он рядом с моим домом было бы я даже там ни разу не было бы мне даже было интересно посмотреть он рядом с домом с моим вот ну когда я заказываю мне прям вот самую жирную привет и я люблю этот не надо тебе нормально я настаиваю чтобы в ресторан пошел дома это такое ребрышки не буду смотреть твой инстаграм у меня на самом деле я последнее время забил их на свой инстаграм так как то что-то его особо не виду не знаю почему но есть такие периоды когда ничего не хочешь делать все у меня прекрасно так что друзья ставьте марине лайки да пусть хейтят это их работа подписывайтесь тоже на меня и хотите его это будет очень интересно ты сделать сделай отдельный плейлист и напиши путешествие по европе она зайдет очень зайдет вообще будет интересно посмотреть я хочу посмотреть мою квартиру твоими глазами так и напишешь квартира ивановой моими глазами мне будет интересно посмотреть и и выскажешь мнение по моему гардеробу по моим цветовой гамме модно я не обижусь даже если ты будешь хейтить организацию моих трусиков покажешь обязательно да у меня организов нет там организованная укладка если саша не влезла туда вот можешь снимать я мне даже самой будет интересно посмотрите соскучилась а костюм уже половину здесь там ты наверное уже на вряд ли что-то найдешь может быть под кроватью там что-то и есть но в основном они уже тут конечно я и даже кстати в этот раз уже у карины забрала там одно украшение но я у нее спросил у тебя юля подарила или ты забыла принести она говорит я забыла принести рю давай тогда я заберу потому что она кажется что ничего а в италии она стоит просто потому что там все стоит будет очень интересно посмотреть пизу твоими глазами и особенно мою квартиру так девочки мальчики мужчины сразу хочу сказать если там где-то будет срач это не я вы знаете как у меня все там вообще по кулечкам по носочкам поэтому сашка просто работает она может не успевать там все вот это вот сделать не просто даже самой интересно посмотреть я вам честно же я вот прямо в захвате я у кирилла попросила в рюк зайдешь а в рюк в аэропорт наверно сразу будет стоять чарути по 18 евро сашка тебе сразу 20 удаст вот чарути кстати да вот что еще естественно в италии я куплю себе духи только надо быть и фритобор не на там есть магазин где недорого там со скидкой ну все равно посадить какой-то там ведь их ли тебе больше вот духи это в дом случае стаса с европы коллекция у тебя сколько там уже 8 на всем были было 8 они закончились осталось тем так что поэтому друзья духи это огонь а что ты хочешь привезти из этого из-за сувенирчиков издали магнитик стабильно на брелок на ключи у меня два ключа всего лишь но брелков зато откуда брелки в основном все все турецкие тут пока что я предлагаю не просто брелок а там есть брелок открывашка для получается это строя сбора за трое тоже это с чана калия тоже итальянский конь симпатичный это мне привезли с узбекистана это карина нет это не карина это бывшая моя работательница которая работала вот у нас узбекистан она мне привезла брелочек это с америки брелок я предлагала кириллу купить брелок в пизе в риме и венец венец естественно эта маска в риме и венец я в любом там там белки сто процентов всех остальные до магнитики вот магнитики чисто на холодильнике посмотришь обзор моих моментов аккуратно там цензура будет из такого в принципе все вот именно конкретно в италии я так хотел очень поехать в голландию до сих пор хочу но так как по времени и финансовая часть мне сейчас все равно ты хорошо там покурали это хорошо пошло же билеты учитывайте даже доехать до от моего дома идут автобусы там по моему 5 часов и вы прям венец у прям вас возят венец там очень у меня разводка удобно ну я меду развод вот посидим и потом попрощаем что ты едешь венец это просто супер и тоже билеты считай на автобус билеты стоит на поезд билеты стоит это тоже даже не то что приехал в европу даже еще и переночевать надо ну ты там найдешь за хостел какой-нибудь просто по любому зато сделаешь обзор хостела качестве я буду как варил орешки я буду только за орел я буду мужскую часть вести моя бабушка будет бабушка там проведет экскурсию неплохо разбирается в истории вообще учила раньше сейчас но если повспоминать конечно так посмотрим что еще раз такие бабушка отношения не у всех такие молодцы у всех с мамами такими отношения у тебя еще и с бабушкой бабушка легкая она поделка 35 она такая куда поехать конечно да да минимум поездку во флоренцию говорю потому что там надо будет отель снимать и все надо спать просто не будем нет ференцию рядом с моим домом там не надо оставаться да ты вернешься домой ко мне ты туда уедешь утром тебе хватит целый день там погулять там нечего смотреть а ты как пять минут от вокзала ты уже в центре посмотрел на этот самый попил кофе все там ничего делать ты на поезд и сразу в пизу потому что там же шоу не я мы я уже взял билет флоренция а уже ты ездила и в 20-30 мы покидаем флоренцию даже поздно так вот она и выйдем оттуда днем день и вечер посмотрим какая самая красивая потому что где днем одна она будет вечером другая она как нарисована карандашом вот и потом 3 часа ночи мы потом уже будем в рим и там ты уже хостел какой-то снега нет это будет удивительное приключение когда мы будем бабушка 3 часа ночи искать помните как я искала хостел с сашей и такая думаю блин неужели у меня получилось как же это легко по телефону найти хостел пришли ломимся помните видео ломимся ломимся в двери я получается взяла типа 12 а получается что этот хостел на следующий день и мы ломимся нам никто не открывает этот квартиру сдаются в комнаты и помните там и мы стоим сашка я и я такая вы боже как же страшно и такая рука сигареты рядом и саша такая мама рука рука ночь час ночи два ночи какая рука она эта рука я разворачиваюсь рука помните а эта тёлка женщина стояла курила но она нам потом помогла такси мы вызвали это вообще капец конечно удивительный тракционер поэтому удивительный цель он не ожидает по всей моей поездки так как я в принципе составил себе план неплохой билетом все нормально рассчитал а потом цены озвучишь у себя до меня например девчонки любят когда я показываю билет сколько стоит здесь не забывай что ты когда билеты взял на поисках же надо компенсировать не сядь в поисках не только на ну ты же смела на может добираться до пиза на поиске да и сколько стоит не время интересно а сколько часов ты будешь ехать до пиза долго в пизу я я буду плачется 22 марта ночью на тебя ночью во сколько часто а куда ты прибываешь куда ты прибываешь наверно прибывая девочки туда куда от моего дома идут автобусы 15 минут до моего дома билет стоит мне интересно милан пиза дешевле чем поиски сомнитель сколько пока пока 67 евро за двоих нормально дешевле чем нет я доехала пиза милан за 15 евро а там 30 и скоростной 30 евро на 35 самое дорогое ну тот который мне подходил по времени чтоб я вот приехала пиза милан из милана сразу в карнавал и возьми мне по времени походила нет в принципе это та же цена сколько чипали часов сколько ты едешь так быстрее чем поезд поиска я еду на у меня это 5 часов ну на автобусе интересный вы что будете останавливаться остановки какие-то будут понимаешь они подойдите на нам как и поезд 5 часов это будет приездка внимательно и фиарсты и боже мой там многие запасы текан так ладно к девочки мальчики мужчины спасибо тебе сергей большое вам за рассказ будем за вами наблюдать смотреть ревизию на мои шкафы должно быть интересно а как будет очень интересно особенно меня точно мне точно будет интересно это сто процентов захейтите там меня девочки до сети и со всех сторон там все хорошо спасибо большое всем хорошего настроения счастья дороге даться до будем наблюдать увидимся уже в европе до девочки давайте пока